Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. И тема нашей сегодняшней программы – социализм, стремительно меняющимся в 21 веке. С нашими сегодняшними гостями постараемся разобраться в том, в каких новых формах, реинкарнациях может явиться миру идея социальной справедливости. Уместно ли говорить о том, что идея социальной справедливости и социализм – это некие атавизмы и истории уже давно минувших лет? Или же все-таки есть перспективы у социальной справедливости быть в конечном счете построенной в том числе и в России за последние четверть века таких квазилиберальных, квазиреночных реформ, был построен бандитский аллергерического типа капитализм? Сегодня в нашей студии. Кровец Александр Алексеевич, член Комитета Госдумы по делам национальности фракции КПРФ. Сулакшин Степан Степанович, генеральный директор Центра научно-политической мысли и идеологии. По идее, Леонид Евгеньевич, экономист-публицист. И Паржев Андрей Петрович, публицист. Здравствуйте, дорогие гости. Рады с видеть сегодня в нашей студии. Александр Алексеевич, давайте с вас начнем. Все-таки 20 век, с вашей точки зрения, можно ли говорить, что это все-таки век социализма, победившего, проигравшего? Или же это все-таки была некая такая непримиримая борьба между социалистическим лагерем, капиталистическим лагерем? И они друг друга как-то обогащали, делали, не знаю, примеряли. Вот что произошло в 20 веке, как вы считаете? И какова здесь была роль именно Советского Союза? Я думаю, 20 век в историю человечества войдет по основной и главной причине. Октябрьская революция, которая является главным событием, наверное, в истории угнетенного человечества и 20 века, показала, что социализм из области теории стал политической, экономической, социальной практикой. Это величайшее событие, причем практика реальная, практика, которая дала огромные результаты. Да, последствия мы знаем, ошибки, поражения, но после этого в мире в 20 веке, несмотря на господство капитализма, прорыв был сделан, фронт был разорван капитализм и эксплуатации. И, несмотря на все, социализм доказал жизнеспособность, потому что и в 21 век под знаменами социализма сегодня перешли около двух, потому что точного счета в Китае нет, но около двух миллиардов людей живет, строя это общество справедливости. И я полагаю, что 20 век дал огромный опыт того, что нужно делать и чего не нужно делать. Извините, но все-таки, а что важного социализм в советском его воплощении явил миру? Что он дал? Советский Союз, извините за штамп, оказался первопроходцем. Наши люди, наша коммунистическая партия, да, строили новое, невведанное, работали в тех условиях, которые нужно было постоянно анализировать. И он доказал, что это единственный, для России это вообще единственный вариант выхода из тупика, это на путь прогресса, других вариантов у России по определению быть не может. И практика последних 25 с лишним лет показывает, что это именно так. Советский Союз дал образцы, примеры того, что нужно делать, как нужно делать, и вместе с тем дал образцы того, чего не нужно делать и почему это не нужно делать. Спасибо, что мы продолжаем поговорить. Спасибо большое. Андрей Петрович, все-таки, что вас с точки зрения явил миру социализм в советском его воплощении в советском варианте? Какие завоевания были, которые мы потеряли, которые нужно было взять в советскую эпоху, которые не хватает всего лет? Сейчас надо ситуацию расценивать объективно. Распад Советского Союза, который, я считаю, что он не явился следствием поражения именно социализма как системы, причины распада его были другие, но тем не менее он приводится в полемике именно как свидетельство слабости и нежизнеспособности именно социализма. Это вот в мире имеется в виду. А в чем сила тогда, скажите, была? Ну, тут все-таки правильно говорить об экономике как первооснове. И мы знаем, что таких темпов развития экономики, как показал Советский Союз, особенно послевоенный, и как показал Китай, причем это касается не только последних лет вообще говоря Китая, потому что если сравнить, что было там до 49-го года в Китае, и что было уже даже хотя бы к 70-м годам, вот это земля и небо. И поэтому все-таки социалистическая система, тем не менее, сохраняет свою популярность, хотя, может быть, там не в Северной Америке, не в Западной Европе. Спасибо большое. Степан Степанович, все-таки, если мы говорим про какие-то конкретные развивания социализма, что он явил миру, в том числе благодаря Советскому Союзу? В чем была сила социалистического проекта? В чем привлекал людей? Он, пожалуй, впервые на таком осмысленном уровне конструирования, бытия общества, экономики, социалки, политической системы государственности приблизил это устроение к такому макроэволюционному процессу в мире, в природе, в социуме, то есть мира человечества, мира разума, мира сознания. Он позволил экспериментально проверить формулу прогресса от индивидуализма, от борьбы за выживание, социал-дарвинистский концепт, от борьбы всех за всеми и конкуренции, переход к кооперативной форме бытия. И эта форма в эволюции, по крайней мере в природе, по теории, которая сейчас уже становится понятна и не только из работ Карла Маркса, а из современных теоретических работ, она более эффективна для живых организмов, которыми являются и общество, и их оболочки государства. Более эффективна кооперативная, социальная, такая общественно-коллективистская форма бытия, чем индивидуалистическая. А почему-то потеряли эти завивания, все эти достижения, которые были? Та же самая медицина, образование, наука, социальная сфера, фонд общественного потребления, которые были созданы. Почему? Если за них люди были готовы на улицу, в итоге их часто нет, люди не выходят за них, не просят их. Да, но дело в том, что социализм для нас чаще всего ассоциируется с социально-экономическим устроением. Но нельзя забывать о политическом устроении, когда воля либо и интересы большинства ориентированы на всеобщее благо, либо воля властвующего меньшинства ориентирована на свой интерес или даже на свой карман. В результате этой политической эволюции мы начинаем понимать, что деградация, трансформация, уродство, деформация и финансовая, и экономическая, и социальная, и государственная управленческая система – это дело рук определенной группировки и определенных интересов. Спасибо большое. Леонид Евгеньевич, все-таки если мы продолжим тему того, идея социализма, социальной справедливости, обречена она была, не обречена она была в конце 80-х годов, все-таки был ли у Советского Союза и у России, перед распадом Советского Союза, некое социалистическое будущее? Или мы должны были впасть в эту эпоху лихих 90-х, вот этого мандитского феодально-офшорного капитализма с обничанием населения, с деиндустриализацией, с развалом бюджета, с обничанием общества? Или могло быть другое будущее, как вы считаете? Вот китайский пример уже, коллега, был уже упомянут. Говорим это, мы сейчас начали дискуссию, именно для того, что будет происходить сейчас, в 21 веке, чтобы на основе тех ошибок не допустить их снова. Социализм, если совсем коротко, это когда молодой талантливый человек из простой семьи получает шанс стать человеком, а не землекопом, или сдохнуть от водки и непосильного вода в шахте. Да. И именно поэтому социализм был величайшим достижением человечества, позволил достичь вершин научно-технического прогресса, улучшения жизни всех людей. Крах Советского Союза, крах социализма, а это был крах, был безусловно трагедией человечества, который обеспечил загнивание и остановку прогресса, как бы кто ни говорил. Почему это произошло? Ну давайте так, почему возник социализм, как и государственная система, как Советский Союз? Великий Сталин смог использовать межимпериалистические противоречия и те неизбежные, ну назовем так, подвижки в сторону социализма, на которые вынуждены были идти буржуазные государства. Бисмарковский социализм, который развился как высшая форма национал-социализма Гитлера. Откуда? Рыночная экономика – это война всех против всех. Стадия империализма – это свирепые войны империалистических хищников за рынки сбыта и рынки сырья. Это война всех против всех. Наемная армия дорогая. И потребовалась идеология и система государственного управления с тем, чтобы бедняки сражались за интересы богатых. И только национал-социализм, где главное слово все-таки – социализм, мог обеспечивать выживание и борьбу в таких условиях. Все государства мира, развитые государства мира, начали создавать то, что называется государство социального благосостояния, государство всеобщего благоденствия. Но всегда с добавлением слова национализм. Не для всех. Только для тех, кого мы берем в свое число. Все прочие должны сдохнуть и работать даром. И следующий момент. Сталин построил социализм. Мы посоздали социалистическое государство, используя этот тренд. Но недооценка двух вещей. Что капиталистические государства испугались социализма. Слишком много мы кормим людей, слишком хорошо живут. Это первое. И второй момент. Советское государство не учило фактора национализма. То есть, потому что всегда есть свои и чужие. Свои и чужие. И это привело к краху советского государства. Когда говорят, почему советское государство, я сразу скажу. Было сильное государство Украины. Именно оно, ее элита, ее начальство выступило главными разрушителями Советского Союза. Не будь тогда такой сильной Украины, Советский Союз существовал бы до спорта. Александр Алексеевич, давайте мы подошли к очень важному рубежу. Здесь и социализм, и интернационализм, которые противостоят капиталистической системе, национализму растущему. Сейчас мы видим обострение дружбы народов, внутриэтнического конфликта в России. Плюс социально-экономический кризис, рекордный скачок нищеты, бедности, рекордной продолжительности падения уровня жизни населения. Возникает вопрос, мы все-таки куда поверем, к социализму, интернационализму и к дружбе народов в миру? Или же все-таки можем скатиться в эти формы национал-фашизма, условно говоря, как мы назовем? И что хочет общество? Какие видите вы подвижки снизу? Вариантов здесь на самом деле несколько. Многовекторное может быть развитие, и зависит от целого ряда условий. Мы сегодня наблюдаем ситуацию, когда господствующий класс пытается собрать, удержать ситуацию за счет внешней угрозы. Мы видим с вами, да, тема Ближнего Востока, Украины, Запада. Работает все время, в общем-то, объединяйтесь, чтобы спастись, выжить и так далее. Работает психологический фактор той части активного населения, активного только на выборах ветеранов наших. Все, что угодно, лишь бы не было войны. Этот тезис эксплуатируется беспощадно, бессовестно и так далее. Социалистическая перспектива у нашей страны не только есть. Это, в принципе, единственно возможный вариант выхода из той катастрофы, в которой вяло текуще находится наша страна. Это совершенно очевидно. Но это при условии, если в большинстве нашем обществе не окажется наркоманов, людей психическими патологиями, что там еще, всякого рода отклонениями. А эта масса людей, она стремительно нарастает. Потому что социализм, как начало истории человечества, предполагает людей, ну, то, что называется нормальных, физически здоровых. Умственно развитых, физически развитых, и с нравственностью, и с моралью. Сегодня, если мы посмотрим, власть сделает все возможное, что первое, второе, третье разрушалось. Сохранение нынешней системы может быть связано только с одним. Они это прекрасно понимают. И в экономике это выражается в чем? Причем уничтожение производительных сил. Причем главной производительной силы человека. Человека, способного производить материальные и духовные блага. Вот у нас сегодня идет замена. Общество социализма – это общество созидания и созидателей. То, что у нас – это общество потребления, причем патологического потребления, без всяких намеков на то, что ты пришел в этот мир, чтобы созидать. Это становится поэтому для нас, для нашей страны, социалистическая перспектива объективно существует. Другой разговор, что факторы, которые ее сдерживают, зависят от настроения большинства. А этим настроением сегодня мощные технологии… Технологии проделают меньшинство. Да. Александр Алексеевич, получается, если еще коротко резюмировать, то разрушение системы образования, здравоохранения, приватизация бюджетной сферы, перевоз все на коммерческие рельсы, в том числе и все эти реформы РЖД, реформы ЖКХ, которые привели к 15-кратному росту тарифов на все. Это не случайно, вы считаете? Абсолютно не случайно, но объективно так. Не знаю, возможно, всех можно называть романтики рыночной экономики, считают, что там сработает все, но объективный процесс идет именно в этом направлении. Разрушение производительных сил. И сухой остаток именно таков. И Россия, Россия за пределами Садового, Кольца, Амкада и так далее, она пример наглядной демонстрации этих процессов. Да, спасибо, спасибо большое. Андрей Петрович, ну вот весьма такая себе нерадужная картинка вырисовывается. Получается, что у нас какие-то свои собственные клановые, местечковые интересы у так называемой офшорной аристократии, которая то собак на выставке в Австрию возит, то, соответственно, семейные поместья в плясу себе выстраивает. Но вопрос на следующий. Все-таки теория конвергенции, за которую так много боролись в 80-е, 70-е годы, остирание противоположностей между социализмом, капитализмом и взаимным обогащением. И даже очень многие в нее верили, и в том числе из руководства Советского Союза. Насколько она верна, как вы считаете? Можно ли мы сейчас найти некий срединный путь между условно двумя крайностями, если так можно сказать? Знаете, тут очень важно не затушевывать самое главное отличие социализма от того строя, который сейчас есть. Речь не об общественных фондах потребления. Общественные фонды потребления есть и в капиталистических странах, и иногда довольно богатые. Даже сам термин этот используется. Я так помню, это было, например, в анкетах визовых Англии, написанных, хотите ли вы воспользоваться общественными фондами потребления. Типа вот они следили, чтобы никто не присосался. Социализм – это общественная собственность на средства производства. Это вопрос коренной и корневой. Либо так, либо вот так, как сейчас. И эта тема очень серьезная. С вашей точки зрения, как и сто лет назад, вопрос о власти и собственности актуален. Насколько он остро стоит, и почему мы не видим запроса снизу? Мы не видим ни демонстрации, ни манифестации. То капремонты повысит, то маткапитал не проиндексирует, то пенсионные накопления отберет. Население, в принципе, молчит, видимо, все их устраивает. Ну, если мы посмотрим на нашу страну перед 2017 годом, мы не увидим так, чтобы там простой средний человек, что там у него с утра забастовка, вечером демонстрация. Такого не было. Это вообще была большая редкость. Люди заняты своей жизнью, которая очень нелегка. Видимо, как будут развиваться события, предсказать сложно, но должна быть некоторая ясная и понятная простому народу теория. Как говорил один известный товарищ, что без теории нам смерть. И просто люди должны понимать, что если у нас продолжится вот эта вот система, когда неизвестно, кто владеет средствами производства, ну, в наших конкретных условиях это сырьевые, и за, так сказать, заработанные деньги покупают там супердорогие квартиры в Нью-Йорке, то у нас вот жизнь каждого конкретного человека, жизнь его детей... Не будет ни пенсии, ни пособий, ни степени. Понятно, спасибо. Степан Степанович, ну, вот видимо, что-то пошло не так. Ведь наша конституция записана, что Россия – это социальное государство. И если оно такое социальное государство, то почему же в последнее время мы видим фронтальный рост тарифов на услуги естественных монополий, на коммунальные услуги, вот капитального ремонта, платный рост стоимости парковок в центре города, мы видим, что дорожают продукты питания почти в полтора раза за два с половиной года. Это очень странно, социальное государство, или просто оно не для всех социальное? Вы знаете, конституция весьма лукава, местами безграмотна. И лукавство, например, в чем? Что такое социальное? А дальше нет росписи в правовом, законодательном и государственно-управительском смысле. Что это такое? Что такое высшая ценность государства, единственное в нашей конституции? Права и свободы. Медведев потом пояснил. Бедный не может быть свободным. Значит, конституция для богатых, и все это ставит крест на социальности. И во-вторых, если нет среди высших ценностей государства справедливости, социальной справедливости, то никогда оно не будет социальным. И, наконец, последнее. А что такое социальное государство? Велфер-стейт – это там, где более-менее по справедливому, как Шура Балаганов говорил, делят колбасу. Но ведь справедливость, она не только в материальных распределительных процессах. Она еще и в том, чтобы достоинство человека, независимо от его статусов имущественных и прочих, было бы равным и обеспеченным. Поэтому вопрос о справедливости, социальной справедливости, велфер-стейт, социального государства, он еще теоретически не сделан прозрачным. Не говоря о конструкционном воплощении. Понятно. Спасибо, что, Александр. Частная собственность порождает все зло. Потому что частность – это классы, это деньги, это капитал и все прочее. Но отношение диалектическое. И основоположники научной теории социализма очень четко говорили о том, что частная собственность не уничтожается, а изживается. То есть о чем речь шла? О том, что общественная собственность должна доказать свое преимущество, показать это преимущество перед частной собственностью. Раз, за счет более высокой производительности труда. А здесь мы выходим на другой спор. О том, что речь идет о частной собственности на средства производства. Не вообще личная собственность, на что-либо. Поэтому, когда говорим о социализме, да, частная собственность здесь может быть в форме личной, но ни в коем случае не на средства производства. Все наши сегодняшние беды порождены этим, священным правом частной собственности, на общенациональное богатство, которое эти жулики вообще ничего не создавали, а просто прихапали. Спасибо большое, Леонид Евгеньевич. Давайте все-таки пытаемся сейчас посмотреть по периметру России, на наши приграничные государства, с кем наши отношения выстраиваются. Очень много говорится то про поворот на восток, то про взаимодействие с Белоруссией, то про станение Российского экономического союза. Но в итоге мы видим, что судя по всему именно белорусский и китайский опыт, российская финансовая и политическая элита, условно говоря, в кавычках, она его и боится, по большому счету. С вашей точки зрения, с чем связаны постоянные наезды российских СМИ на Лукашенко, на того же самого? А почему у нас вроде как любят дружить с Китаем, при этом не слово не говорят про существующую систему взимания налогов с богато-свербогато, про систему переспределения национального богатства, про систему стимулирования инвестиций, доступных кредит и вообще бюджет развития, который имеет место быть? Вот почему у нас, с вашей точки зрения, кого боится российская власть? Боится ли у нас китайский пример, белорусский пример или вот пытается к ним подобраться как-то все аккуратно? Давайте так, капитализм, который уже сказали слово офшорный у нас, на самом деле компрадорский капитализм. Задача этой системы, экономической, политической, выкачать все национальное богатство России, накопленное за века ее существование, разместить на зарубежных счетах. Вот она для этого существует. Это предполагает огромную зависимость этого режима, государства, этой буржуазии от международного финансового капитала, его группировок. Сейчас стадия империализма, международный финансовый капитализм, это постоянная война всех против всех, группировок одной против другой. И тут неважно, существует даже если государство исчезнет завтра, все государства, исчезнет все оружие, эти группировки будут драться палками и камнями. Так устроен вот этот финансовый капитализм. И здесь наша страна выступает в качестве малоценной пехоты вот этих группировок, которые втравливают ее в свои разборки. Империализм устроил две грандиозных мировых войны с чудовищными последствиями. Он спровоцировал их. Сейчас, сейчас в 21 веке, противоречия и ставки в этой борьбе стали как никогда больше. Экономика глобальная. То есть победитель получает все. Поэтому группировки используют вот эту зависимую компрадорскую буржуазию России. С одной стороны, конечно, для ограбления России, но прежде всего втравить свои разборки, свои драки, как инструмент, как малоценную пехоту. А вот белорусский, китайский сценарий по трезвии России возможно или какой-то наш собственный путь? Давайте так. Нам надо говорить хотя бы, вот как минимум, о более-менее нормальном буржуазном государстве, которое отставит национальные интересы. Вы уже говорите о чем-то большем. Но я даже немножко улыбаюсь, как-то, вы помните, без портока в шляпе. С Белоруссией у нас проблемы очень простые. Лукашенко и белорусская элита ясно понимают, с каким государством оно соседствует, от которого зависит. Понимает его зависимость. И погибнуть вместе с ним, ввязаться в те разборки не хочется. Крупные современные международные группировки чего хотят? Одна хочет, чтобы мы столкнулись с Китаем и сдохли в борьбе с ними. Другая хочет, чтобы мы запустили ракеты по США и тоже сдохли в мучениях, нанесивающие в США. Другие хотят, чтобы Россия развалилась. Несчастный Китай вынужден сюда был влезть и столкнулся лбом с Соединенными Штатами. Это предполагает, что нашу страну рвут на части, возникают противоречивые тенденции, каждая из которых приводит к хаосу, обнищанию и деградации. И задача создать любого правительства здесь, которое хотя бы не будет выступать вот этой марионеткой, которая бессмысленная, труп в руках прозектора, который тащит туда-сюда. Спасибо большое. Андрей Петрович, ну смотрите, все-таки если мы смотрим на мировую политико-экономическую карту, то какой сегодня сейчас там расклад силку в баланс сил? То есть, с вашей точки зрения, происходит больше поливение, покраснение, поправение? То есть, как бы мир двигается, двигается куда все-таки? К конвергенции, к левому, правому лагерю. И может ли говорить о том, что у нас есть сейчас некие примеры, скажет Китай, с неким смешанным типом экономики, на которую можно было бы опираться? Или нам нужен свой путь, свой опыт? Вы знаете, трудно говорить за весь мир. Я немножко общаюсь с американцами, с достаточно такими простыми. Ну, вот там такая ситуация, что они, конечно, никакие не левые. Даже я бы сказал, что они считают Обаму почти коммунистом, или даже прямо вот коммунистом. Только потому, что там вот в последние десятилетия в Америке развилась такая система вот этих общественных фондов, на которые уходит львиная доля государственного бюджета. То есть это социальная там помощь, какое-то медицинское обслуживание тех, кто, может быть, там ни дня в жизни не работал. И американцы, те, кто работает, они считают это именно социализмом, именно это они считают социализмом, и выступают резко против. Объемы таковы, что, скажем, это в несколько раз превосходит вот тот оборонный бюджет, о котором мы привыкли говорить. Они, в общем, рассчитывают на то, что вот все эти, значит, как они считают, источники размножения бездельников, которые убивают Америку, что вот эти источники, наконец, будут ограничены. И в этом плане они, ну, сейчас такая парадоксальная ситуация, что вот эти очень правые, очень капиталистические, так сказать, республиканцы, они более, значит, как бы сказать, благожелательно относятся к России и к Путину. А с вашей точки зрения России на фоне даже капиталистически развитой Америки, мы все-таки в социальном плане проигрываем или выигрываем? И такое ощущение, что и с точки зрения поддержки малоимущих, многодетных, там, детей, инвалидов, беспризорных, у нас есть очень большие проблемы. Знаете, у меня есть один знакомый поляк, который, ну, как там... По-моему, куда более капиталистическое государство, чем та же сам Америка, причем... Да, который поездил по миру, вот, ну, Польша вообще она такая страна, что оттуда уезжают, в общем, и молодежь, и не только молодежь. И он сказал так, что вот единственная ошибка была у социалистической системы, что не давали поездить по миру и посмотреть, как оно там. И даже, может быть, с возможностью поработать. Что если бы такая возможность была, то СЭФ существовал бы до сих пор. Вот, понимаете, это известная есть оценка, что среднестатистическая американская семья в телевизоре, она в 4 раза богаче, чем обычная, так сказать, среднестатистическая американская семья. У нас на экране тоже красивая картинка. Спасибо большое, Александр Алексеевич. Ну, как вы прокомментируете, как раз таки, тезисы вашего коллеги по поводу того, что сегодня, получается, Россия куда более капиталистическая, с правым уклоном государства, чем та же самая Америка? Нет, ну, это совершенно закономерно. Когда говорим о уровне жизни, о доходах населения Запада, США или того пресловутого золотого миллиарда, надо прекрасно понимать, что для них после разрушения нашей Родины наступил золотой век. Ведь совершенно очевидно, что благодаря неравенству на мировых рынках, диспропорциям, в ценах на их продукцию, в той мощной эксплуатации сырья и все прочее, это обеспечивает и Западной Европе, и Северной Америке тот уровень бытия и те возможности социальных подачек, которые есть. Россия никогда ведь не имела, если, ну, хотел бы сказать, чтобы было попонятнее, да, мы всегда развивались за счет внутренних факторов. Весь западный мир со времен, так сказать, Колумба, он всегда эксплуатировал практически все человечество, и их благосостояние зависело от этого. Советский Союз разрушали еще потому, что он был прямой угрозой, да, мы тогда поддерживали национально-освободительное движение, мы обрезали вот эти потоки, по которым питалась паразитическая система Запада, за что нас тоже, так сказать, ненавидели и уничтожали еще и по этой причине. Поэтому, когда говорим о сегодняшнем, мы остались сегодня опять внутренние факторы или эндогенные, да, строительство капитализма, и вот это жулье высасывает соки из нашего народа, да, через те факторы, о которых вы говорили, и мои коллеги, да, образование, здравоохранение и все прочее. То есть это не ошибка, это не расчет? Нет, это абсолютно закономерный результат, и другого при этой системе, при этой власти не может быть по определению. На мировые рынки нас не пустят. Ну как Швеция живет, так сказать, хорошо? Производя 1% мирового промышленного производства, она получает в мировой товарообороте 2%. Это что значит? Вот это принцип, когда и волки сыты, и овцы могут быть целы. Нас никогда же не пустят. В советские времена мы давали сколько? 20-25% промышленного производства. Представьте, мы бы имели в товарообороте 50%. Да все бы стали сразу американцы-нищими. Ну смотрите, КПРФ выступает постоянно за то, чтобы вернуть завоевание Великого Октября. Прежде всего в плане социальной справедливости и поддержки малоимущихам прекрасно понимаем, что в России только официально 21 миллион человек за черту бедности находятся на нищей даже по официальной статистике. А так, если честно говорить, то, наверное, половины россиян точно живут менее чем на 22 тысячи рублей в месяц. Это как бы уровень нищеты, как тут не считай. Вот все-таки можно ли, с вашей точки зрения, сегодня вернуться к тем завоеваниям социализма, которые были еще в советские времена, и что для этого необходимо? Вы хорошо используете слово завоевание, а это надо еще заработать, да? Кто это заработает? КПРФ воевать. Люди должны выйти на улицы, должны прийти на выборы. Телевизор выключить, холодильник чаще смотреть. Сокоментальная фраза, власть менять надо. То есть мы не сможем вернуть завоевание, если не вернем народ к власти. Или государство не станет обслуживать интересы гигантского большинства. Раз. Второе, экономика должна быть ориентирована на это, а не на употребление. А это уже будет следствие образования и медицины и все прочее. Но за это нужно бороться. А как долго будет длиться эта ситуация, когда уровень жизни падает, доходы населения падают, покупатели населения падают, все платное, качество образования падает. У нас война в везде в лагах. Пока те, кто сегодня составляет производительную силу, те творцы материальных и духовных благ, не выйдут на политическую арену. Я опять подчеркиваю, все мандаты, которые получили депутаты Госдумы, президент, они обеспечены старшим поколением пенсионерами, которые закончили в основном свои функциональные обязанности. И теперь возраст дожития говорит о том, что ну как-нибудь потихоньку дожить. Они приходят, они управляемые, манипулируют. Я чувствую, повторю опять тезис, они готовы на все терпеть. Даже 10 тысяч, даже 8 тысяч. Лишь бы не было войны. А молодежь что хочет? А молодежь считает, что инструментария изменения нет. Она дезориентирована, она не образована. Да, поколение среднее, которое еще остатки образования, мозги промываются в течение 20-30 даже лет. Понятно, что это все не сразу. То есть, ведь что такое победа идеологии? Это победа осознания своего экономического интереса. Когда вот эта масса поймет, что его экономический интерес и систему, которую создали, несовместимы, все, этой власти наступит конец. Но власть сегодня делает все возможное, чтобы это осознание не наступило или наступило как можно позднее. Тепан Степанович, давайте вот с вами как раз эту тему продолжим по поводу неолиберальной модели экономики и в социальной сфере, в политике. Вообще, в принципе, не только в России, но и в мире. И вот уже было сказано правильно Александру Алексеевичу, что четверть века как раз-таки это была такая эпоха неолиберального торжества и такого нового финансового капитализма. Но с вашей точки зрения, эта модель себя изжила, она разрушается на глазах. Вот некоторые ура-патриоты видят в победе Трампа, что это смена глобальной парадигмы, это новый взгляд на мир, это уход от капиталистического и олигархического общества, что придет новое ему на смену. Или же все-таки это просто некие небольшие тактические перестановки, а мир движется все тем же самым курсом, куда двигался? Во-первых, в вашем вопросе содержится утверждение, что есть некая общая неолиберальная модель, как в Америке Трампа, так и в России. Это неверно. В России особое явление. Это явление, которое в будущих учебниках политологии будут обозначать как приватизированное государство с хунтоподобным типом государственного правления. Что касается неолиберальной модели распределения благ в государствах, то в макроэволюционном таком процессе развития государственности поливение есть. На самом деле доля государственных расходов в ВВП стран мира растет, а не падает. Что касается там качелей между демократами и республиканцами, это историческая традиция. Одни рвут рубаху, говорят, мы за рабочий класс. Да, сам наблюдал. Сенаторы-демократы на выборах говорят об этом. Республиканцы в большей степени представляют интерес крупного капитала. Но там сбалансированы устройства. Там социальные проблемы решаются, во-первых, гигантским бюджетом за счет паразитизма глобального в мире. 20% вклад в мировой ВВП и 30% потребления. Мы все данники, и Россия в том числе данники в просперите американцев. Но наряду с тем, что это действительно либеральное устроение, там мощные социальные институты, общественного плана. Там ведь не ходят по улице, как у нас, не собирают деньги, чтобы ребеночка вылечить. Там колоссальные фонды, в том числе благотворительные и тому подобное. Поэтому система достаточно эффективная с оговоркой, что она базируется на глобальном паразитизме. Убери эту подпорку, и там начнется резкая историческая дестабилизация. Спасибо большое, Андрей Петрович. Но все-таки какая модель придет этому либеральному, квази-либеральному, псевдолиберальному проекту, который в мире господствовал последние десятилетия, поскольку после распада Советского Союза. Финансовый капитализм, экономика, казино, как его называли, она охотится в любитее? В мире или в нашей стране? А давайте так, в мире и в России. Неолиберальный проект вжив или он рук в голову ушел? Вот как раз именно с ним и происходит борьба. Да, потому что капитализм американский и приверженцами которого является значительная часть работающего населения. Они там все капиталисты. Капитализм сделал Америку великой. Но когда оказалось, что капиталисты остаются в Америке, а производство ушло в Китай, то они как-то поняли, что это что-то немножко не то. И вот там сейчас это основная линия борьбы в Америке. И там есть, например, вот даже тот территориальный раздел, который сейчас... Там реально, как бы сказать, разное государство по взглядам. Калифорния и там Средний Запад. Конечно, конечно. Это видно по итогам выборов, но даже по законодательству. Даже там оружейное законодательство разное. Но, как оказалось, например, весь китайский товар, который потребляют в Америке, а в общем там потребляют главным китайский товар, он весь идет через Калифорнию. И там миллионы людей, как оказывается, завязаны на этот трех. То есть там тоже сформировался компрадовский такой слой. Спасибо большое. Я предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. Что в первую очередь не позволяет построить в России общество социальной справедливости. 2% считают, что это исчерпанность самой идеи социализма. 70% что интересы олигархии и высшей бюрократии. 2% общей мировой тенденции. И 26% не верят людей в свои силы. А, Лидий Евгеньевич, вам какой вариант ответа ближе все-таки? Что идеи социализма себя исчерпали общей мировой тенденции, не верят людей в свои силы, либо же интересы олигархии. Я бы только, если бы убрал слово «высшая бюрократия», то, наверное... Ниша же «бюрократия», «высшая бюрократия». У нас олигархи и власть-то срослись давно. Давайте тут так разберем. «Высшая бюрократия» теоретически заинтересована в том, чтобы объект управления сохранился. И только у нас возникла парадоксальная ситуация, что эти люди как-то не заинтересованы, почему-то надеются, что крах России не будет их личным крахом. Хотя судьба всех от Милошевича до Каддафи однозначно показывает. Кризис твоего государства тебя просто или тихо удавит, или на публику. Не, это важно. Важно другое. Идея социализма, где наши святая, в каком социальном слое, в какой страйке, где он внизу, на посередине, наверху, кто за ту дею может выступить сегодня, кто его движущая сила? Сейчас, как ни странно, можете со мной не согласиться, все те, кто живет в России, получают зарплату в России и имеют в России собственность. Им нужно, чтобы Россия осталась. Потому что если в ней будет плохо, они потеряют все. И таких людей много. От мелкой буржуазии и просто буржуазии, до людей, которые стоят у станка или получают пенсию. Спасибо большое, Александр Алексеевич. Все-таки, переходя к итогам голосования, мы видим, что большинство проголосовали все-таки за вариант ответа. 70% что интересы олигархии и высшей бюрократии, паркосоменклатуры, а с другой стороны, 26% считают, что люди просто не верят в свои силы. Получается, как-то странно. И снова, как 100 лет назад, не могут, не хотят. Нет, я думаю, что достаточно объективно отражает ситуацию. Хотя я бы поменял местами интересы олигархии. Когда поменяются местами, и 70% людей поверят в свои силы, олигархи будут играть примерно на четверть. Тогда создаются условия. И мы должны четко понимать, вот сейчас уж извините за повтор, процитирую, у нас ведь в России за эти 25 лет, они очень быстро пробежали, в общем, бежать не надо было, из социализма вернулись к государственно-монополистическому, дикому капитализму, финансовому причем капитализму. Что имею в виду? Посмотрите, у нас господство монополий. Совершенно очевидно. Другое дело, что в любой сфере, от ЖКХ, здравоохранения, куда угодно уходите в образование, это есть, то есть это подготовка для перехода на путь социализма. Но у нас нет главного, субъективного фактора и дозревает объективное условие. Именно готовность, способность людей изменить свою жизнь. Понятно, но ведь власти тоже, вы говорили про поганду, про пиар, про промывку мозгов, плюс уже заточение законодательства, митинги, шествия, больше двух, больше трех не собирается. Это все, по большому счету, все, что они делают, означает, что взрыв будет не мягкий переход, не бархатный, не бархатная революция, а скорее всего, когда забиты все клапаны и пару никуда деваться, будет взрыв. По большому счету, они работают против себя, но это закон, чтобы капиталисты не изобретали, в конечном итоге, это оружие обернется против них. Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте в конце, тогда каждому задам вопрос, заключительный уже, в концовке нашей программы. Прошу, коротко ответьте. Все-таки, какие перспективы социализма 21 веке, и что нужно, ну, прежде всего, в России, мы понимаем, и что нужно делать для того, чтобы эти перспективы в России реализовались, там, вот, бархатным, не бархатным, эволюционным, революционным путем, ну, само собой бескровным, как мы понимаем. Надо и перейти, давайте с вас начнем. Как вырваться с этих лап дико-логического капитализма, олигархии? Во-первых, вот, если посмотреть на этот опрос, то видно, всего несколько процентов считают, что идея социализма или умерла, или, так сказать, глубоко законспирировалась. Люди считают, что они слабее, чем олигархия. И их интересы. Понятно. Да, поэтому, нужно делать, чтобы люди были сильнее. Очень велика роль, скажем так, левых сил в выработке понятной концепции, понятной теории. Спасибо большое. Можно я все-таки добавлю? Надо решить некоторые конкретные вещи. Левому движению надо объяснить, что социализм это не экономика дефицита. Вот. А мы сделаем отдельную программу, обязательно поговорим. А, Лидий Евгеньевич, что делать надо? Как объяснить людям? Сегодняшние, вот эти, ближайшие месяцы года это год свирепых, как никогда, свирепых схваток империалистических хищников за господство будущей глобальной экономики. Трамп это партия войны, бескомпромиссной борьбы с конкурентами. В нашей стране слабый и зависимый, плюс по прогнозу, который является хрупкой политической экономической системой. Варианты. Правая диктатура, ну назовем так, правая диктатура, она возможна только при поддержке, прямой поддержке США в нашей стране. То есть наша страна будет использована как некий инструмент одноразовый в интересах американского империализма. У нас может быть гнилая левая диктатура по образцу Чавеса, то есть созданная Англией врагами конкурентами США и опять же в их интересах. Задача в том, чтобы в ходе этого кризиса была не гнилая левая диктатура, а эффективная левая диктатура, потому что любой режим, который будет независим и ответственен, он всегда будет опираться на народ, а значит на социализм. Если это удастся, то наша страна останется в стороне от этих свирепых схваток. Спасибо, спасибо большое. Степан Степанович, Ваш лиц, что делает-то? В нашей стране это вопрос о власти, это вопрос о политической оппозиции с правящим политическим режимом Путина, с путинизмом. Сто лет назад прозвучали слова партии нового типа, есть такая партия. Вот я хочу сделать заявление с Вашей помощью, что в России новый политический субъект рождается с обновленной научно обоснованной теорией. Вот могу сказать, есть такая партия, она скоро объединяет усилия левым национально-ориентированным силам, в том числе коммунистам и всем в этом. Но есть же даже собрание патриотических сил России, которые давно функционируют, и там идут некие процессы консолидации. Постепенно, постепенно к этому, я так понимаю, приходим. Не впадая в доктринерство, в мечтания, может быть, если и так далее, нужно сказать совершенно очевидно, что тема есть такая политическая сила или нет такой политический, есть такая партия или нет такая партия, определяется не заявлениями лидеров или, так сказать, внешнеэффектными вещами. Когда созревает ситуация, когда народ поднялся и ищет этих людей, не партия поднимает народ, она способствует просвещению, поднимает народ на борьбу с собой, сама власть. Вот этот процесс у нас затягивается, перспективы есть, мы это верим, а там все станет на свои места, потому что, когда в 17-м году в межфевральский и октябрьский период Ленин заявил, есть такая партия, было очевидно, что большевики активно завоевывали советы, что эта перспектива есть, поэтому не будем торопиться, сегодня мы размежуемся, а созревает ситуация, объективно, да, появится субъективный фактор, он есть. Я уверен, что у России есть талант, силы, и есть коммунистическая партия, потому что никакая другая не сможет решить те проблемы, гигантские проблемы, которые встанутся. Спасибо большое, дорогие гости, у нас была очень интересная дискуссия, и как мы понимаем, что хоть мы говорим про социализм, но в России все-таки мы говорим про социализм со знаком минус, ибо политика государства, налоговая, бюджетная, фискальная, денежекредитная, как угодно, она проходит именно под тезисом антисоциализма и высасывания соков как из бизнеса, так и из социально-трудового большинства. Ну, в эфире была программа «Точка зрения», я ее ведущий Владислав Жуковский, всего доброго, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин